Всем большой привет! Это снова дневник беременности. У меня 25 недель. Изначально не планировалось снимать дневник беременности, даже раз в месяц. Ну, не было необходимости, рассказывать особо было нечего. Ну, какой смысл рассказывать, как у меня вырос живот, насколько грамм я поправилась. Но сейчас такая необходимость возникает чуть ли не каждый день. Каждый день появляется что-то, что я хочу рассказать, чем хочу поделиться или о чем-то спросить, возможно, посредством видео. В принципе, если брать в общем и целом, если вставать в сравнение с другими девушками, то, в принципе, я чувствую себя хорошо. Ну, естественно, постоянно я придираюсь к любому шуму, к любому, там, болевому синдрому, что угодно. То есть, постоянно какие-то новые ощущения мне уже само от себя противно, если честно. Потому что мне не нравится, что я постоянно чувствую что-то не то, чтобы не так, я чувствую не так, как обычно. Например, изжога. Я никогда не знала, что такое изжога. Я вообще никогда не знала проблем с желудком. Но однажды вечером мне стало очень тяжело. Мне действительно было очень тяжело. У меня болело подреберье спереди, сзади. У меня болел желудок. Меня очень тошнило. Ни вода, ни еда, ничего совершенно в меня не помещалось. Я чувствовала себя надутым шариком. Я не знаю, у меня действительно болел желудок. Я в шоке была. Я вроде ничего такого не ела, что могло бы спровоцировать подобное явление. Есть, конечно, некоторый ряд продуктов, на которые я грешу. Это или домашнее сливочное масло, которое мне привезли из деревни. Но я не знаю, что я еще такого ела. Я помучилась с этими ощущениями пару дней. В итоге я выпила смекту один раз. И потом, знаете, как-то оно все ушло. Больше, в принципе, я с этим не сталкивалась. И дай бог, чтобы я с этим не сталкивалась больше. Мне это совсем не понравилось. Когда я выхожу на улицу и начинаю резко идти, я медленно ходить, если честно, не умею. У меня не получается это делать, очень медленно ходить. Я выхожу из дома, проходит 5-7 минут, не больше. И у меня начинается такая резкая боль в животе. Но, знаете, это боль такая же, как вот если плотно покушать и сразу побежать. Вот боль в боку называется. У меня же эта боль, она вот реально, вот есть прямая мышца живота. Эта мышца у меня начинает болеть, там, 2-3 минуты, не больше. 2-3 дня подряд я просыпалась утром с головной болью. И у меня эта головная боль была практически до вечера. Я не знаю, я стараюсь не пить энергетики. Я не сторонник того, чтобы заглушать боль таблетками. Я считаю, что нужно лечить причину. Но причину я вижу только в том, что, наверное, это какие-то проблемы с шейным отделом. Или мышца в тонусе, или тяжесть просто так отражается. Я просто знаю, что у меня есть некоторого рода остеохондроз, как бы, но он такой, в переходящей фазе. Поэтому спасает массаж. Сон на ортопедической подушке. Удобные позы для сна, конечно. Поменьше сидеть вот так вот в телефоне. В общем, как-то я не знаю, я с этим справилась. Или оно само ушло, или массаж так помогает. Но я действительно очень благодарна мужу за то, что он делает мне массаж. Где-то раз-два в день обязательно, и действительно помогает. Я стала снова пользоваться подушкой для беременных. Я стала активнее использовать бандаж. Я не провожу ни одного дня без компрессионного трикотажа. И, в общем, вся теперь эта тяжелая артиллерия пошла в ход. Потому что, действительно, теперь без нее очень тяжело. Хотя раньше все это было просто для меня каким-то баловством. Год назад я купила в Египте масло жужуба. Оно у меня не пользовалось большим успехом. Я не очень любила его использовать. Потому что оно слишком плотное, слишком тяжелое. Если на лицо, то, я не знаю, использовала только тогда, когда совсем все было плохо с кожей. Если она обветрилась, замерзла или что-то, как-то я ее быстро-быстро возвращала от жизни. Для волос очень редко. Ну, слишком такое вот оно тяжелое. А сейчас я его использую на живот. То есть я чередую биоэл и масло жужуба. Как-то вот на живот оно хорошо идет. То есть я на ночь после душа наношу. И в течение, получается, практически суток я чувствую, что у меня живот кожаная, она животельно питанная, такая увлажненная, упругая. Не зудит, кстати, живот пока что. Каждый новый день приносит какие-то новые ощущения. И не всегда эти ощущения очень приятные. И я не знаю, у всех так или только у меня. Или, может быть, я слишком прислушиваюсь к своему организму. Может быть, я слишком капризная или что-то. Может быть, я не знаю. Но вот я теперь стараюсь значительно больше гулять, потому что движение действительно оно облегчает все это. Вот. И еще я сдавала кровь на сахар, но я сдавала ее через пальчик. И измеряли мне сахароглюкометром. Ну, не знаю. Вроде как показатель... Ну, показатель был в норме. Но насколько точен показатель этот... Завтра мы уезжаем в деревню на свежий воздух. Аллилуйя! Вот. После деревни у нас будут дела. У меня плановый визит к врачу. И потом у меня визит уже по поводу родов. И я буду беседовать с врачом, у которого я бы очень хотела рожать. И я надеюсь, что все получится. Держу палец крестом. Так что очень скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok